В языке день, тогда в таком языке я не попросил ответственность, кому надо быть новой ответчика. Сейчас ответчики у нас четвертые юридические, которые проявят индивидуальные, все акции, все акции, все акции, все акции, все акции, все акции и все акции. В этом году надо сказать, что это только первое. Мы считаем, что общая сумма будет двое, больше, чем у меня. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы понимать, что ты практика, которая была в себе. И мы надеемся, что она нам удастся. Это только один человек или это уже группа людей, которые подают? Это больше, чем больше. И Вы говорили, что на них оказывается давление. Это значит, что некоторые вообще побоятся обращаться? Да. Такие ситуации могут быть. У нас есть информация, что люди боятся подать суть, потому что они не знают, не знают, что будет, как будет дальше. Поэтому я хочу сказать, что наше общество, не Сибирь, а СССР, а наши адвокаты, будет это все делать бесплатно, сначала до конца. И если кто-то сам боится подать такого лица, тогда наше общество может защищать эти победы. Какая у Вас есть информация по поводу боления? Ну, там очень много информации. Я могу только говорить про ту информацию, которую сказали мне постыгравшие. В принципе, там, конечно, есть всякие экспреляции, но боления есть, и есть очень большие. Эти юридические лица, четыре, о которых Вы говорили, есть простой способ объявить банкротство там? Да, понятно, что за один день увеличил капитал с 2 тысяч до 748 тысяч. Они могут то же самое делать и обратно? Ну, конечно, они могут это делать, и поэтому мы будем идти до конца. Это означает то, что если нам не удастся выбирать дело против этих юридических лиц, и будем идти против собственников этих компаний. Если тогда у нас не удастся, то мы будем идти против Ришки Думы. Если тогда нам не удастся, тогда мы будем идти против тех, которые ответственны Ришки Думы за эту ситуацию. Если тогда мы не можем получить это решение позитивное для пострадавших, когда мы будем идти против государства и будем просить государства, чтобы государство шло против государства Литвы. Это очень важно, потому что это вопрос принципа. Здесь и обществу надо принять решение. Или у нас есть принцип, или мы боимся за свою зарплату. И наша общественная СМИ, НЛЗХС и АТБЛДХ приняло решение, что это очень важный принцип, чтобы вообще сделать изменения государства, чтобы государство наконец-то начало работать для своих людей. Вы представляли интересы пострадавших в Талсинской трагедии. Те судебные разбирательства сошли более 15 лет. Вы не боитесь, что эти судебные заседания и разбирательства задлятся так же долго? Такое, конечно, возможно быть. Это вообще очень символично в этот момент. Потому что три дня назад закончилось последнее дело Талсинской трагедии. И она шла 16 лет. И поэтому в этот момент очень важно показать государству, что можно реагировать очень быстро. Наше общество НЛЗХС и АТБЛДХ уже очень много показало, что можно сделать за неделю. И так надо работать государством. Мы, конечно, надеемся, что суд назначит это дело не через год, а через месяц. Какое имущество? Вы подали прошение не об обвести, а… Все имущество. Это все имущество этих предприятий? Все имущество, да. Спасибо. Мы немножко опоздали начало, но кто из вас не запишет? Присяжный адвокат. Обе мы присяжный адвокат. Аубис Глобземис. Правильно? Глобземис. Да. И Аубис. Ау-ликс. Греб, ау-ликс. Спасибо. Спасибо. Господин. Вести. 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 Продолжение следует...